К предстоящему отопительному сезону не готовы? Жители столичного жилого комплекса Миссон утверждают, что могут остаться без тепла. Почему люди во всем винят обслуживающую компанию с символичным названием Аман Есейн 2006? И с какими еще проблемами они столкнулись, выясняли мои коллеги. Нам всем страшно, мы и так это лето без воды провели. У нас каждую неделю отключение воды, нас не предупреждают. Татьяна Тополя живет здесь уже 6 лет и утверждает, что именно с появлением сервисной компании Аман Есейн 2006 в их доме начались проблемы. Год они у нас, год с прошлого года. Нас практически каждую неделю кого-то топит. То есть то горячая, то холодная вода, порывы. И мы, естественно, создали свой чат, начали в этом чате переписываться. И тогда всплыло уже, конечно, более глобальные проблемы, какие у нас есть с подвалом, с водой. Мы на 15 этаже вынуждены ехать к родителям или еще куда-то, потому что мы не можем спуститься за водой. Вот эта водовозка, которую я здесь по чату смотрю, она там час постоит, полтора, и уезжает. Не помыть вообще, не чай попить, не умыть его, ничего, кушать не приготовить. Мы уезжали к родителям, благо, что у нас есть кому ехать. Но прорывы воды в подвале, потопы в квартирах – это еще не все беды. Если их жители худо-бедные готовы решать, то вот выполнять функции коммунальной компании они не могут. По их словам, из подвального помещения пропало тепловое оборудование, которое отвечает за отопление. Пропало, и они говорят, что теперь нужно его восстанавливать, деньги требуют с нас. У нас нет ни включений, ни замков. Во-вторых, давайте мы сами зайдем, доступ туда. Пытались уже прийти, зайти, и не раз пытались зайти туда. Они вечно не дают нам допис. Но для нашей съемочной группы инженер сервисной компании сделал исключение. Мы спустились в тот самый подвал, из которого якобы и вынесли дорогостоящее оборудование. Инженер компании Мурат Бексултанов назвал стоимость украденного. Примерно сколько это стоит? Вот это вот сам клапан плюс электропривод от 500 до 700 тысяч варьируется. Украли только электропривод. Стоимость электропривода варьется от 200 до 300 тысяч тенг. Помимо этого, таких четыре штуки только на блоке 5-6. Назвать виновных в краже инженер не смог, но заявил, что расходы на приобретение нужного оборудования компания намерена разделить жильцами. Сломали сзади стороны окно в подвальное помещение, зашли, украли оборудование автоматики, непосредственно регулирующие подачу горячей воды и отопления. Мы официально объявили всем, пока Монисель не имеет таких возможностей, мы предложили им давайте 50 на 50. Но жителей дома такая перспектива не устраивает. Так кто же все-таки несет ответственность за дорогостоящее коммунальное оборудование? Этот вопрос мы задали члену экспертного совета по ЖКХ при партии Нур-Отан Виктору Сыздыкову. По закону о жилищных отношениях, по Гражданскому кодексу, ответственность за общее имущество несет орган управления, который создан самими жителями в любой форме, будь это в форме КСК или в форме ПК или в форме ООО. Сейчас надо на них подать в суд.